Всем привет! С вами студия Швейный Советник Шьем Онлайн. Наш канал для тех, кто любит шить классную одежду. И сегодня мы с вами сошьем боксеры для наших любимых мужчин. Мы возьмем готовую выкройку. Мы ее скачали из интернета, она бесплатная. Ссылочку мы прикрепим под видео, для того, чтобы вы тоже могли скачать себе выкройки нужного вам размера. Для шитья нам понадобится кулирка с лайкрой. Растяжимость приблизительно 15-20%. Плотность 160-180 грамм на метр. Вот у нас такая есть с принтом, а есть обычная однотонная. Тоже кулирка с лайкрой. Качество выбирайте пенье. Такие изделия будут более комфортны в носке и послужат вам дольше. Также мы используем вот такую резиночку. Обычно такие пришивают на боксеры. Вот нам такая в магазине попалась. Вот такая в магазине попалась. Когда выбираете, следите, чтобы они были не очень жесткими. Иначе они будут некомфортны в носке. Эту резиночку мы будем настрачивать сверху с помощью распошивальной машины. Если таких в магазине вы найти не сможете, можно использовать другой вариант обработки. Мы берем тогда вот такую резиночку без принта. И обрабатывать ее будем с помощью оверлока и швейной машины. Либо оверлока и распошивальной машины. Все эти два варианта обработки мы вам покажем. Когда скачаете выкройку, в первую очередь нужно проверить размеры тестового квадрата. Здесь они 5 на 5 сантиметров. Берем линейку. Примеряем горизонтальную сторону и вертикальную сторону. Если совпадает, значит все в порядке. Выкройка будет соответствовать своему размеру. Также обратите внимание, здесь сразу даны припуски на швы. Вам их больше делать не нужно. Что будет в выкройке? Задняя деталь кроится со сгибом. Две передние детали. Ластовица. И две детали гульфика. Можно использовать как специально купленную ткань. Но чаще получается так, что для пошива трусов мы используем остатки трикотажа от более крупных изделий. Если вы кроите вот под такую резиночку, то мы делаем вот этот припуск 0,5, который отмечен на лекалии. Больше ничего не добавляем. Если вы кроите вот под такую резиночку, значит вам нужно к верхнему срезу добавить двойную ширину резинки. В нашем случае мы добавляем 4 сантиметра. Боковой шов продлеваем так прямо. Это запас на обработку резинки. И не забудьте то же самое сделать к передней детали трусиков. Заднюю деталь выкроили. Ее можно отложить в сторону. От среза отступаем 4 сантиметра. Это тоже будет на обработку резинки. Прикладываем переднюю деталь. Поэкономней. Когда мы кроим из самостоятельной ткани, то нам на одно изделие надо 30 сантиметров по длине. По ширине, там в зависимости от размера, даже могут две пары трусиков войти. Если мы с вами кроим из каких-то остатков, здесь уже руководствуемся, как разложить нам детали на ткани поэкономней. Здесь точно так же продлим линию. Две детали переда, задняя деталь со сгибом. Когда начинаете размещать на ткани, обратите внимание, задняя деталь со сгибом. Она самая большая. Ее лучше разместить первой. Теперь уже из этих остаточков мы смотрим, где нам подкроить мелкие детали. Нам нужна ластовица и две детали гульфика. Не забудьте для верхнего среза гульфика также добавить 4 сантиметра, как на детали спинки и на детали передней части трусиков. Гульфик – деталь со сгибом. На одно изделие нам нужно две детали гульфика. Здесь пришлось ее перевернуть надписями вниз, иначе не ложилась она на этом отрезочке. Вот такая деталь должна у вас получиться. Раскрой детали закончен. Получилась задняя деталь со сгибом. Две передних детали отдельно. Внешний гульфик мы сделали из той же ткани. Внутренний гульфик мы сделали из более мягкой кулирочки, чтобы покомфортнее к телу было. Эту модель будем обрабатывать широкой резинкой с буквами. Для нее ничего добавлять к верху не нужно. Ко второй модели, к верхнему срезу, мы добавили плюс 4 сантиметра на обработку резинки. Вот здесь для наглядности лежит резинка. Мы ее будем притачивать на оверлаке к краю. Потом отворачивать. И притачивать уже на распошивалке, или если нет, распошивалке, на швейной машине. Деталь ластовицы одинаковая для этой модели и для этой модели. Приступаем к пошиву. На детали ластовицы ставим рассечки посередине. Они нам потом потребуются для вшивания ластовицы в изделие. Отложили. И сборку трусиков мы начинаем с обработки гульфика. Средний срез гульфика скололи и будем стачивать на оверлаке. Получится у нас вот так. Эту деталь мы уже стачали. Повторяющиеся операции показывать не будем, иначе видео у нас будет бесконечным. Прокладываем обычную стачивающую обмёточную строчку. У нас заправлено 4 нити, шьем на 2 иглах. Вот такая деталь у нас получится. Берем одну переднюю деталь и на нее укладываем лицевую деталь стачаного гульфика лицом к лицу. Нам нужно вшить вот эту детальчику переднюю между двумя деталями гульфиков. Потом мы переворачиваем. И вторую деталь гульфика укладываем лицом наизнанку. И так же скалываем. Вот такой бутербродик у нас получился. Когда развернем, у нас окажется эта передняя деталь между двумя гульфиками. Потом будем притачивать вторую переднюю деталь. Стачиваем на верлоке. Теперь нижний гульфик отворачиваем. Сюда прикалываем вторую переднюю деталь. Теперь мы весь этот бутербродик сворачиваем вовнутрь. Оборачиваем нижнюю деталью гульфика. Вот у нас такой кулечек получился. Но когда все вывернем, передние детали будут спрятаны между деталями гульфика. Отправляемся под верлок. Теперь разворачиваем наш бутерброд. Достаем оттуда передние детали. И вот что получается. Лицевой гульфик, изнаночный гульфик. Все швы спрятаны. Далее берем заднюю деталь. Кладем ее лицом вверх. На нее укладываем переднюю деталь с вшитыми гульфиками. Скалываем боковые швы. Стачиваем на верлоке. Втачиваем ластовицу. Вот у нас середина переда. Рассечку на ластовице. Вот у нас рассечку. Совмещаем середину переда. Обметанные швы на гульфике раскладываем в разные стороны. Совмещаем края. И притачиваем ластовицу к передней детали. Точно так же прикалываем задний края ластовицу. Здесь тоже есть рассечка посередине. Ее мы совмещаем с серединой задней детали. И тоже стачиваем на оверлоке. Втачиваем задний край ластовицы. Здесь нужно быть особенно аккуратным посередине задней детали. Потому что там изогнутые срезы. Их нужно выкладывать в прямую линию. Чтобы не заживалось туда, не попало в строчку задняя деталь. Дальше мы отправимся на утюг. Нам нужно приутюжить на полтора сантиметра подгибку низа. И подшивать боксеры мы будем на распошивалке. Срезы приутюжили. В распошивалку поставили три иглы. И будем подшивать. Начнем с середины ластовицы. Шьем по лицу. На изнанке срез закрывается петлением. Там, где ткань из-под застила немножко вышла, можно оставить так. А можно подрезать аккуратно, близко к строчке. Подгибку низа закончили. Вот так выглядит с изнанки. Вот так выглядит с лица. Если нет распошивальной машины, можно использовать двойную иглу. Либо подобрать какие-нибудь плоские строчки из ассортимента вашей машинки. Какими строчками можно подшить низ трусиков, если у вас нет распошивальной машины, и вы не хотите пользоваться двойной иглой? Самое распространенное, это вот этот трехшаговый зигзаг. Он есть вообще на всех машинах, даже на тех, где совсем мало строчек. В зависимости от объема операции вашей швейной машины, у вас могут быть вот такие строчки, псевдо-аверлочные. Ими тоже можно вполне подшивать низ. Перед притачиванием резинки нужно отмерить нужную длину. Самый лучший способ – это на человеке отмерить резинку, заодно проверить комфортность к телу этой резинки, чтобы было не очень туго, не очень слабо. Но если такой возможности нет, то можно взять обхват талии минус 10% и отмерять резинку из этого расчета. У нашей модели обхват талии 72, минус 10%, минус 7 см. Мы отрежем резинку 65 см. Резинку складываем лицо к лицу и будем стачивать ее на швейной машине, либо прямой строчкой. Можно еще мелкий зигзаг поставить. Мы стачаем прямой строчек. Ширина шва 0,5 см. Теперь резиночку вот так развернем. И для того, чтобы концы вот эти не топорщились, мы их настрачим. Вот так аккуратно получилось с лица с изнанки. Теперь нам нужно резинку разделить на 4 части. Верхний срез разделить на 4 части. Притачивать резинку мы будем на распошивальной машине. Сточали в кольцо резинку и для обработки второй пары трусиков. Ее мы растрочим трехшаговым зигзагом. Ширину зигзага поставим максимальную, которая есть на вашей машине. У нас это 7 мм. Шаг зигзага будет 1 мм. То есть достаточно частая строчка. Дошли до конца. Длину стежка ставим минимальную. У нас это 0,2 см. И ставим закрепку. Получается вот так. Эта резинка у нас будет завернута в ткань, поэтому особая красота на этом месте не нужна. Как вы помните, налекали припуск по верхнему срезу у нас 0,5. Значит, нам нужно притачивать резинку на 0,5 от верхнего среза. Верхний срез разделен на 4 части. Резинка разделена на 4 части. В середине спинки шва у нас нет, поэтому мы будем шов стачивания на резинке размещать в районе левого бокового шва. Пока просто совмещаем метки, потом будем укладывать резинку так, как нам нужно. Здесь самое главное еще не перепутать и не перевернуть буквы вверх ногами. Припуски боковых швов отворачиваем на спинку. И последние метки совмещаем. Верхний срез трусов больше, чем срез резинки. Резинку мы будем притачивать, растягивая. Теперь нам нужно перевернуть наизнанку. Вот здесь, например, очень удобно. Здесь расстояние от нижнего среза резинки до вот этой черной линии 8 мм. То есть мы можем себе даже слегка тут прочертить, для того, чтобы ровно приколоть резинку. Вся еще сложность состоит в том, что притачивать мы ее будем с лица, а не с изнанки. Резиночку прикололи, равномерно распределили избыток верхнего среза трусов и теперь будем притачивать. Будем слегка натягивать резинку и проверять, чтобы она у нас укладывалась на 5-6 мм от края. Если вдруг тут какие кусочки выйдут из-под строчки, их можно будет аккуратно подрезать близко к строчке. Первое изделие готово. Если без съемок видео, то его пошив занял бы у нас не больше получаса. Вот так симпатично вы тоже можете шить для своих мужчин. Притачена резинка. Теперь мы покажем второй способ притачивания резинки к поясу трусов. Точно так же, как в первом способе, мы делим на 4 части резиночку и верхний срез. Резинку мы укладываем к изнанке трусов. Припуски боковых швов отворачиваем на заднюю половинку. Если вам необходимо, ставьте промежуточные булавки. Притачивать мы будем на оверлоке резинку к верхнему срезу трусиков. Чтобы не порезать резинку, нож подключаем и будем ее притачивать без ножа. Натягиваем резиночку и притачиваем. Притачиваем резиночку к верхнему срезу на оверлоке. Теперь мы ее вот так отворачиваем. И здесь можно проложить строчку либо на распошивальной машине, либо двойной иглой, либо трехшаговым зигзагом на обычной швейной машине. Мы будем притачивать резинку на распошивальной машине. Если у вас ее нет, тогда вы воспользуетесь трехшаговым зигзагом обычной швейной машиной либо просто зигзагом. Настройки придется выставлять в каждом случае индивидуально. Вот такие две пары белья у нас получились. Вот резиночка, притаченная вторым способом, как выглядит в изделии уже в готовом. Вот резиночка, притаченная сверху на распошивальной машине, как выглядит. Честно сказать, вторым способом мы пользуемся крайне редко, потому что все-таки толстовато получается. И распошивальная машина вот в этих местах часто делает пропуски. Чаще пользуемся вот этим способом. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какой способ притачивания резиночки вам понравился больше. Как вы видите, сшить мужское белье в домашних условиях весьма задача несложная. Времени на это уходит немного, а результат порадует ваших мужчин. Потому что каждый любит, когда сшито для него с любовью. Если видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наши соцсети. И помните, всегда можно сделать проще. С вами был Швейный Советник.